Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семены Чемоданных, с вами я, Славян. Сегодня мы отправляемся с вами в новый видеоролик, который будет насыщенной информацией про машину, а в конце мы хотим посетить новогоднее представление в парке Легенд, короче, как-то так он называется, я никак не могу запомнить это название. В общем, будет интересно, ставьте лайки, пишите комментарии и погнали. Мы сегодня даже без завтрака просто подскочили, быстренько собираемся и поедем, ехать нам долго, нам нужно ехать в таможню, которая находится в Анталии, Гемрюкская таможня, там будем задавать вопросы, насколько я понял, там есть человек, который понимает русский язык, вот, у нас заканчивается на машину ВОЗ, что делать я не знаю и, скорее всего, мы останемся без тачки на какое-то время, пока не получим ВНЖ. На самом деле грустно, стрессово, но обязательно нужно съездить и узнать, потому что, возможно, есть какие-то обходные пути. Вот поедем вместе с вами, узнаем, и я думаю, что это будет ценно для всех, кто сюда также приезжает на машинах и хочет понять, как, сколько по времени может находиться здесь на своем авто. Все, в общем, поехали по пути, будем уже все смотреть и погружаться в этот день. Погнали. Человек с нами не хочет ехать. Убегает от нас постоянно, убегает и убегает. Давай запрыгивай, сынуля. Да. Я хочу гулять. Ехать нам почти 2 часа. Опять зеленые зубы. И нам нужно еще где-то позавтракать. Вот эти вот 120 километров, они, по крайней мере, кайфовые, но в том плане, что ты просто едешь и едешь здесь прямо-прямо-прямо-прямо. Скоростной режим хороший, нет никаких серпантинов. Вот эта дорога от Алании до Анталии, она, конечно, в этом плане хороша. К Анталии подъезжаем и сразу горы высоченные. Температура падает, хотя день идет к обеду. Температура здесь падает, здесь похолоднее будет. А возле гор, я думаю, что еще холоднее. Ну, посмотрим сейчас. Мы решили по пути нигде не останавливаться и не кушать. В принципе, посмотрели, ехать нам в часочек. Вот, решили потерпеть и доехать до классного ресторанчика, который был возле нас в том году, где мы жили, в Муратпаша. Вот, там классные завтраки, надеюсь, они такие же сейчас сохранились, такие же насыщенные. Ну, вот там вот в этом ресторане были самые лучшие завтраки, где бы мы ни пробовали, там вот прям топчик. Вот уже подъезжаем, здесь уже аэропорт виднеется, анталийский. А еще вдоль дороги продают клубнику. По-турецки клубника называется Чилик. И везде вот надписи Чилик, Чилик, Чилик. Не знаю, правда, цены какие здесь есть, если купить прямо на дороге. Но выглядит достаточно хорошо. Вон он, анталийский аэропорт, тут уже самолеты полетели. Это мы как раз вот выезжаем из Серика. Вот она стояла, 23 километра до Анталии. Смотрите, какой яркий газон. Здесь вообще какая-то трава нереально яркая. Почему-то. У нас у всех в жизни бывают разные финансовые ситуации. И когда идет взлет, это, конечно, очень хорошо. Но когда вот идет провал, это плохо. И бывает такое, что провал затяжной, ты не знаешь, что делать. И не знаешь, к кому обратиться за финансовой помощью. И на самом деле можно занять денег у знакомых, у родственников. Но такие обращения, они не всегда комфортные. Как правило, каждому приходится переступать через себя. Кто-то бежит, берет какие-то микрозаймы и еще что-то, какие-то кредиты непонятные. И влезает в такую кабалу. А на самом деле, рядышком, совсем рядом есть решение. И сейчас я хочу порекомендовать вам кредитную карту Альфа-банка. Вы знаете, такая кредитная карта есть даже у нас. И это очень крутая карта, потому что Альфа-банк, когда мы ее оформляли, это было самое лучшее условие по кредитной карте. Таких условий не было нигде, никогда, ни в коем случае. Тогда банк давал 100 дней без процентов пользоваться картой, не платить проценты вообще ни рубля. Но сейчас Альфа-банк пошел еще дальше, и они сделали целый год. Представьте, вы оформляете карту, пользуетесь этими деньгами и не платите процентов вообще на протяжении целого года. По моей ссылке в описании вы получите не только целый год без процентов, вы получите еще пожизненное бесплатное обслуживание навсегда, без каких-либо условий. А еще, когда вы получите эту карту, отправитесь в магазин совершать первую покупку, потратите более 1000 рублей, вам кэшбэком вернется 1000 рублей. Представьте, 1000 рублей потратили, 1000 рублей заработали. В общем, ребята, ссылочка на эту карту есть в описании, переходите, оформляйте, пользуйтесь с умом. Добро пожаловать на район, где мы жили целый месяц в том году. Это турецкий дом, турецкий район, смотрите. Вот Миграс, куда мы ходили. Вот кафешка, где тоже мы ели. Короче, здесь такая округа, здесь дорога направо уходит в центр. Сейчас покажу вам. Здесь совсем рядышком находится водопад Дюден, или как Дюдинский водопад они называются. Так, 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 так. Движение. Вот оно, заведение вот это вот, куда мы ходили постоянно кушать раз. А вот, собственно, дом. Вот он, вот наши окна. Там, кстати, сейчас как раз живут, где мы и жили. Вот этот Миграс, где мы и любили тоже покупать продукты. А вот, собственно, кафе, куда мы и с вами приехали. Вот так вот, сюда. Там была зана, вон там нас забирали и везли мы с Валанью. Вот здесь вот был рынок, и вот здесь вот за вот этими деревьями был госпиталь, куда мы обращались, когда заболели короной. Короче, приехали сюда. Да, здесь завтрак-то есть, но он закончился. Он говорит, типа, финиш уже, все. Я говорю, ну, ёпросто. Ну, просто, наверное, видимо, то, что 12, поэтому здесь немножко изменился интерьерчик. Были раньше диваны стояли, сейчас просто это. Здесь, конечно, цены дороже, чем, например, в каком-то кафе. Здесь прям ресторан-ресторан. Ну, здесь точно вкусно. Вот завтрак здесь 270 лир стоит. Вот, мы заказали пидешки, беспроигрышный вариант. Вот, кофе, чай. Позавтракаем и поедем дальше. У них закончилось молоко, поэтому капучино, не капучино, мне пришлось гонять в магазин, купить небольшую пачечку молочка. Принесли еду к еде, такие закусочки. Вот, пока ими будем питаться, поедем пидешку нашу. Принесли детям пидешечку, сырную одному, второму. А мы 4, что ли, заказали? Ну, 200. Вау, ничего себе. Немножко даже в стульчике на детском отказывается сидеть, требует сидеть как взрослый, представляете? Что, вкусно? Все, приятного аппетита, все довольны? Красная пидешка. Ну, вот видишь. А вот это называется лохмаджу. Вот это лохмаджун, это как раз-таки пицца турецкая. Ну, лохмаджун, вот. Решили попробовать, ни разу не пробовали? Да, ее так отламываешь, да? Да, она так не нарезана уже, как пиде. В нее можно как раз завернуть всякие вот эти закусочки. Вот так берешь, берешь. Давай, давай. Оп, вот так вот, смотрите. Берешь вот так, а тут так-то овощи. Давай, беу. Заворачиваешься. И ешь, да? Да, и ешь. Ну, наверное, так. На 200 лир полопали, объелись, как не знаю кто. И теперь отправляемся в таможню. До таможня нам ехать 24 километра, 40 минут. И вот я говорил про Денский водопад. Вот он прямо находится. Это, конечно, очень классное место, которое я рекомендую посетить обязательно. Да, конечно, Амталия вообще большой город. Здесь реально переезжаешь. И, в принципе, вот если особенно не жить в русском районе, типа там Лиман, Фурма, то можно вообще себя чувствовать, можно вообще полностью потеряться в пространстве. Считайте, вот с одного конца до другого час-полтора где-то ехать. Это при условии, что пробок особо-то нету. А еще мне нравятся здесь вот эти переходы надземные. Они с эскалаторами. То есть ты не по лесенке поднимаешься, а встаешь на лесенку, которая двигается. Она тебя поднимает, спускает. Смотрите, какие впереди высоченные горы. Справа стадион, парк, коррендон парк. Правильно, неправильно я его назвал. Здесь так сейчас увидим огромное колесо обоснования. Вот. Пожалуйста, справа. Макдак. И пишечка 2238 сейчас дизель. И эти горы. Там, кстати, вон даже снежные вершины есть. Посмотреть, как зубные клиники у них в Турции расположены. Вообще просто на четвертом этаже жилого дома звонишь там на звоночек и поднимаешься в кабинет. Ну, горы, конечно, в Анталии. Это отдельное удовольствие. Вот эти вот мощные. Всегда, когда я их вижу, вспоминаю первую нашу поездку в Турцию, когда мы здесь ехали на автобусе в отель. И я думал, вот бы здорово здесь ездить на машине. Ха, на своей. И вот мы здесь. Мы, собственно, подъезжаем. Таможня находится вот здесь, вот возле вот этой канатной дороги. Нам вот здесь вот надо вот так вот повернуть и куда-то туда прямо сейчас ехать. Ну вот, мы, в принципе, наверное, плюс-минус на месте. Мы приехали. Основным моментом нужно узнать, что нам делать, так как у нас 27 декабря в НЖ 25 заканчивается ВОЗ. И вообще, как дальше, что там со страховками, сколько что стоит. Нужно ли будет машину парковать. Здесь, получается, вот она стоянка. Вот. И там остаются все машины. Там много машин на русских номерах, на европейских номерах стоят. Вообще, когда улетаешь из страны, нужно обязательно сюда приезжать. Либо здесь парковать машину, либо оставлять возле дома, но писать всегда заявление, если вдруг не написал штрафы вообще космические. Там недавно на чувака наложили примерно 160 тысяч штраф за то, что не уведомил налоговую. Прикиньте. Ну так, точнее, таможню. Ну что, я, собственно, все узнал. Первое неудобство это то, что машина на Настеньке. Это значит, что во всех операциях должна присутствовать вместе со мной Настенька. Это, конечно, неудобно, потому что куча детей. То, что есть вот такая небольшая просрочка, это говорит о том, что нужно машину здесь парковать. На парковке 20 с чем-то лир стоит сутки, но в этом случае тебе не выпишут штраф за то, что ты ездишь. У нас, получается, 25-го заканчивается ввоз. Это воскресенье. 24-е суббота они тоже не работают. Значит, нам нужно уже, по сути, завтра ее оставить 24-го и до 27-го быть без машины. 27-го на рандеву мы получаем бланк. Говорим о том, что машина у нас там стоит на таможне, нам нужно ее забирать, делать продление. Нам дают какой-то бланк, который мы, собственно, потом посмотрим и покажем. И забирать машину. Что будем делать, мы пока не знаем. Надо сейчас это все взвесить, обдумать. Еще, как говорится, есть один день, чтобы ее припарковать. Штраф там примерно 300-400, где-то так, лир за сутки. А машину арендовать это будет гораздо дороже. Поэтому, что выгоднее, я пока не знаю. Как с детьми, тоже я пока не знаю. Далее, в 27-го приходим, чтобы сделать продление, нужно просто сделать страховку на год. Мне тоже там дали контакты. Сделать копию документов. Вот эти вот, сейчас сюда прикладываю скрин. И все, стоишь дальше в окошко, отдаешь документы, ждешь, тебе вызывают, показывают, что тебе действительно продлили. Вроде как бумагу никакую не дают, ты просто фотографируешь, по сути, и все. Но об этом, получается, уже чуть позже будем рассказывать. Еще раз сейчас сходил туда и спросил, а вдруг все-таки они могут там на 2-3 дня продлить ввоз, чтобы и не ставить, и на штраф не попадать. Он меня подвел к стенту, говорит, вот когда у тебя после рандеву будет вот эта вот бумага, сюда приходишь, и мы тебе продлим ввоз. По-другому никак. Либо штраф, либо стоянка. Других вариантов нет. В общем, пока думаем, что мы будем делать, оставаться без машины или не оставаться. Просто если оставаться без машины, мы попадаем на, конечно, жесткий геморрой. Нам, конечно, проще гораздо заплатить штраф. Кстати, с Нового года он сказал, что все штрафы, цена за стоянку, все будет повышаться. Наверное, раза в два, как, в принципе, все остальное. Благо, что хотя бы рандеву до Нового года. Сейчас поедем поднимать настроение новогоднее, поедем в этот парк. Диснейланд. Как он называется? Диснейланд. Ленд оф легендс. Вот. Короче, поехали туда. Находится он в Белике где-то. Сейчас посмотрим, сколько ехать. Вот смотрите, слева течет река Дюден. Посмотрите, какая она маленькая-маленькая струйка такая. Прямо ручеечек, канавка, можно так ее сказать, да? Красивая трава, которую я вам чуть ранее показывала. Мы просто снова по этой дороге едем. И вот сейчас посмотрите, во что она превращается там в конце возле моря. Здесь огромный парк. Видите, такая набережная красивая. Есть столики, ну все как люди, турки, да? Дюден парк называется. Есть велодорожки. Вот они синенькие. Вон туда уходит площадочка вниз. Ну и, собственно, основная часть парка. Где есть этот водопад. Сейчас будем парковаться. Мы приехали. Вот так вот оставляем машину. Здесь платная парковка. 20 лир. Но на самом деле здесь куча бесплатных. Просто мы не стали заморачиваться. Платная ближе всего. Вот у нас море. Туда и идем. Мирошка, слава богу, уснул. Надеюсь, даст нам немножко возможности погулять. Да, Настенка? Я знаю, что у нас огромная аудитория из России. И я знаю, что вы так же, как и мы, любите путешествовать по России. А это значит, что в новогодние праздники в январе можно провести с пользой. Отправиться в Сочи, отправиться в Анапу, в наш любимый Геленджик. Так вот, для того, чтобы очень круто пропутешествовать, у нас есть наши авторские гайды. Цена у них всего лишь 490 рублей, а ценность огромная. Там собрано огромное количество информации, лайфхаки, рекомендации, кафе, рестораны, маршруты, туристические и нетуристические места. Приобрести очень просто. Нам нужно просто перейти по ссылочке в описании к этому видеоролику и заказать себе гайд. Гайд приходит в PDF-формате, вам на электронную почту и навсегда остается с вами. Путешествуйте с легкостью и с удовольствием. Не успели пойти гулять, как сразу. Мы хотим, мы хотим. В общем, Настенка, чаечек, детки, кукурузу. Сейчас купим и будем отправляться. Смотрите, как здесь все круто сделано. Во-первых, ну понятно, велодорожки, беговые дорожки, парковка для скутеров, для самокатов, для велосипедов, детская площадка. И знаете, как это не в одной такой зоне, да, вот, например, вот здесь вот всякие тренажерки, там еще детская площадка, там еще детские площадки, столики. И получается вся такая инфраструктура растянута полностью вдоль парка. Мы по всему парку гулять не будем, нам интересна именно вон та локация смотровая на сам водопад. Мы здесь гуляли, когда мы здесь жили, как люди живут. Смотрите, с каким прекрасным видом. Из панорамного стекления у них вид на море, на парк, на водопад. Правда, водопад они вряд ли видят. Слышите шум водопада? Вот на него можно смотреть сверху, а можно вот отсюда. И здесь, между прочим, самый топовый вид. Ладно, я на самом деле сейчас посмотрю первый, а потом покажу вам. Здесь на набережной продают кокосики, клубничку. Сейчас тоже дойдем, посмотрим. А пока первым делом хочется посмотреть на сам водопад. Вот здесь вот, где ребята фотографируются, там самый классный вид. Ладно, если вы готовы, то я готов вам показать. Смотрите, раз, два, три. Видите, что творится? Это просто пушка. Представляете, вот это маленькая речушка Дюден, которая превращается вот в такую красоту. И сразу радуга еще. Ай-яй-яй. Здесь, кстати, еще все подсвечивается. Здесь можно взять кораблик и подпутить прям к нему. Ну, очень круто. Мы с Костенкой сделали фотографию. Год назад здесь фотались. Короче, сравнение выложили в телеграм-канал, поэтому обязательно зайдите, посмотрите. Вот отсюда можно еще наблюдать, видите, за водопадом. А можно подойти и встать прямо над ним. Но это будет неинтересно. Вкиньте, да? Маленькую радуга. Да, вижу радуга, конечно. Представляете, такая маленькая речушка превращается в такую мощь. С воды, конечно, еще круче посмотреть на него. Потому что здесь за вот этой скалой немножко не видно. А, мы сейчас туда пройдемся. Ну-ка, попробуем. Давайте. Будет видно, не будет видно. Здесь, вот видите, есть смотровая. Ну, еще такой карман. Сейчас попробуем с этой стороны посмотреть. А, ну вот, с этой, кстати, тоже открывается лид. О! Видишь, как четкие. Прям такие пещеры какие-то, да? И подсветки. Но пока не подсвечивается вечером. Очень круто. Какая же мощь. Мне кажется, здесь можно, знаете, просто камеру поставить. И просто смотреть на водопад и залитнуть. Кстати, там самолеты садятся рядом на аэропорт. И погода еще классная. Градусов 20-21, наверное. Смотрите, сколько пены от него. Вообще, Мирошка проснулся, говорит, в смысле? Я тоже хочу посмотреть на этот водопад. Я тогда маленький был, да, свинов? Давай перефоткаться? Давайте перефоткаем. Мирошка, иди смотри, водопад, ну. Папа! Папа! Да, видишь? Папа! Видишь, что творится? Папа, а может, папа с тобой ходили по-моему? Пойдем, покажу. Папа, помнишь, мы с тобой ходили на водопад? Лежи, где под лестницей водопад, вот так напоминает этот. Ну нет, конечно, там маленькие такие, Тема. Смотри. Вот это эмоции у Мирончика, да? Да. Смотри, какой водопад, Мирошка. Что там? Водопад. Да, Мирончик? Он проснулся, обалдел, да? Мне кричит, папа, о-о-о, да, сынок. Сегодня пока в таможне были, общались там с ребятами, ну, так сказать, обменивались опытом, что-то мне советовали. В итоге вот мы сейчас на водопаде, приходят в инсту сообщения. Смотрите, представляете? Вот так вот, Миртесин. Мы выехали, и такого я еще не видел. Вот, смотрите, мужичок играет в пробки на скрипке. Вот так вот к окну подходит и накидывает строки каких-нибудь поэтов. Моцартов там и прочих, прочих. Сейчас мне напишут, славянка Моцарт, он же не скрипач. Блин, ностенка, конечно, приколистка. Сейчас мы ему отдадим. Ладно, сейчас мы ему отдадим. Вот, сейчас нам подойдет. Да, подойдет, подойдет. Вот. Он нам сейчас сыграет. Так, понятно. Что-то вообще попрошайка просто, блин. Играет он. Мы снова оказались на районе, где мы жили год назад. Вот это вот. Видите, крыша бордовая. Это и есть рынок. Здесь мы постоянно гуляли. И вот за... А, ну вот оно написано, видите? Ханеци – это госпиталь. Вот туда мы тогда обращались, когда заболели. Так, а сейчас, получается, мы будем двигаться в сторону пляжа Лара. Единственное, заправим по пути немножко топлива. Опа. Сейчас. Дизель-летчик. Плеснем. 22,42. Здесь всегда помоют стекла. Это прям как обязательно. Ну, а мы дадим бакшиш. Когда мы здесь были в том году, вот эти вот дома, квартиры, да, только строились. А сейчас, посмотрите, все. Там везде все живут. Только снизу еще не вся аренда сдана. Это получается... Вот я сейчас направо пойти, и там будет пляж Лара. Мы сейчас едем вдоль отеля, я решил не по основной дороге поедет, по магистрали, да, вот здесь. Поглазеть отели, и хочу сказать, здесь такие они роскошные. Каких только нету. Вон, видите, на территории отеля огромнейший вообще просто аквапарк. Класс, конечно, да. Мы подъезжаем к этому парку, вот они все, американские горки, парки развлечений. Вот они, пожалуйста. У нас же задача не покататься, а погулять и посмотреть, как все украшено, новогоднее представление глянуть, да и просто пропитаться новогодней атмосферой. Мы на территории. Тут небольшой такой досмотр машины есть. Вот, указатели. Это, кстати, аквапарк, как я понимаю. Такая масштабная, конечно, территория. Вот парковка, но нам же на парковку, мы же не сможем туда заехать. Так. Блин, слушайте, я вообще впервые заезжаю так. Блин, ну ладно, давай сюда. Пройду. О, ну вроде прошел. Ой-ой-ой. Так, надо еще здесь разобраться, что куда и где и откуда. Подземный паркинг, это, конечно, очень круто, что мы сюда заехали. О, кстати, вот эта машинка, которую я вам показывал. Зеленая. Так, вот, тематический парк, синема, фортуна, что-то такое, короче. В общем, ладно, идем сюда. Да, Настенка нам на лифте. Да. Вот здесь, видите, легендарное новогоднее представление. Ну, пойдемте смотреть. Ну, вот мы и попали туда, куда давно хотели. Все, никак не могли доехать. Вот, пожалуйста, видите, здесь получается, в принципе, вход-то бесплатный, парковка, как я понял, что тоже. Можно сюда прийти, вот так вот погулять. Вот здесь вот как раз будет представление вот в этой вот, в этих каналах, да, питерских. Вот это все загорится, но чуть позже, когда все стемнеет. Видите, сейчас людей очень-очень мало. Можно пошарахаться просто по магазинам, например, походить. В общем, ладно, пойдемте смотреть, что здесь вообще есть. Ну, прикольненько. Здесь вот такая огромная схема. Получается, мы, мы где-то, а, вот, вот мы. И вот тут вот можем мы гулять. Вот так вот по всей вот этой территории можно гулять. Единственное, что вот это вот все, сюда нужно уже деньги платить на аттракционы. Сейчас узнаем, со с какого возраста и с какого роста пускают на всякие аттракционы. Ух ты, лакост. Вот, пожалуйста, магазинчик. Ну, вот, смотри, новогоденько, украшено все так здорово, красиво, тепло. Принимаем российские карты. Виза, мир. До стопудово гонят. Вау, смотрите, какие красивые инсталляции. А здесь-то? А здесь какая красота сверху. Но сейчас, говорю, мы здесь до вечера. Остаемся. Посмотрим, как здесь все будет подсвечиваться. И, как говорится, вам покажем. Мостики все украшены. Вот здесь вот будет вроде как ехать на какой-то лодке, плыть Дед Мороз и его команда. Надеюсь на это. Ну, все, посмотрим. Украшенный мостик. А здесь, видите, видимо, можно взять вот так вот лодку тоже и покататься по этому каналу самостоятельно. Смотрите, как здорово. Индусы. Смотрите, какая тут площадь. Вот тут вот все украшено шарами. Тематический парк. А, это вход, собственно, на аттракционы. И здесь можно посмотреть как раз расценки и какой рост. Пойдемте, заодно я вам покажу. И мы сами его тоже посмотрим. А, ну вот строго по росту, например. Видите? Мультислайд. Ну-ка вставай, выпрямляйся. 120. О, Артемка, получается, проходит... Вот. Хоть куда, плюс еще... А, это аквапарк. Это еще какие-то горки. Вот. Родик, ты сюда встань, пожалуйста. Встань, встань, встань. Так, Родик 110. Ну вот, Родику вот это будет все запрещено. Можно вот это. Вход только под присмотром родителей. Минимальный возраст 3 года. Вот. А, здесь вот еще. Так. Вот еще доска. Ну-ка, Тёмка, встань. Тём, встань. Вот. Тебе вот эти вот нельзя уже будет. Аттракционы. А мне? Ну, тебе вот. Вот. Вот эти тебе... Ну, нет. Фишка, папина, да? Тебе только вот этот можно. Этот вот нельзя. Вот Артему вот эти 3 можно, тебе вот этот нельзя. Время полпятого. В 5 закрывается уже парк. Соответственно, на полчаса туда залетать нет никакого смысла. По цене 25 долларов взрослый, 20 долларов детский. Можно, в принципе, по карте оплатить. Стоять терминалы. Мирошки будет бесплатно. Даже если вы нигде не катаетесь, надо все равно будет заплатить. Слушайте, получается 90 долларов нам на всех. Слушайте, учитывая масштабы этого парка, сколько там всего, какие-то в аттракционы для отмороженных. Это, ну, это очень, я считаю, что это очень достойная цена. Мы отдали 13 тысяч тогда в острове в Москве. А 10-то сколько получается? Нынешний курс какой сейчас? Да, вообще десятки даже нет. Да, это гораздо дешевле. Даже 10 тысяч нет, получается, тысяч 6 нам нужно, чтобы вот зайти все вместе и покататься, представляете? Поздно приехали, поэтому сегодня мы просто погуляем, посмотрим, как изначально была цель это представление. Я уже жду, не дождусь, когда здесь все так зажгется и это будет сейчас все так красота, 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 красота. Слушайте, прикол. Самое интересное, представляете, сколько мы вообще ездили туда-сюда, мы думали, что здесь всегда платно. То есть вообще просто, чтобы посетить здесь вот этот парк, платно. А тут недавно вот узнали, что оказывается абсолютно бесплатно можно вот так вот погулять, по магазинчикам походить. Ну, какая разница, что это? Соответственно, посмотреть представление, которое скоро начнется наслаждиться этой атмосферой, ну, очень круто на самом деле, шикарно. Это, по-моему, самая главная локация, где фотографируются все. Смотрите, какие лошади. И вот этот вот замок. Очень круто. Ну, собственно, да, вот этот мост, где все встают, фотографируются. Ну, супер. Просто супер вообще. Класс. Мне подходить опасно, просьба не оставлять детей одних возле канала. Вот, пожалуйста, Сани. Сани и Дед Мороза. О, слушайте, сейчас успевнее. Здесь вообще будет просто... Представляете, как это все будет круто подсвечиваться? Везде, получается, здесь указатели. Вон она, елочка. О, аптека написана на русском. А мы сейчас приближаемся к новогодней ярмарке. Вот она, красивая елочка. И здесь вот, собственно, все украшено. Здесь, смотри, здесь есть сцены, на которые как раз представления проходят. Посмотрим, насколько все начнется. И начнется ли сегодня. А то вдруг мы вообще даже не в тот день приехали. Вот здесь фудкорт. Ух ты, какие огромные подарки. А здесь, как прикольно. Сейчас, я на лошадке. Да, елочка. Элочка, красивая. О, Санта-Клаус. Я хотела новогодний шиклажер. Да, елка, конечно, крутая. Мирошка изучает елочку. Гирлянды, кстати, уже подсвечивают. Смотрите. Горят. Сейчас стельнеет и будет круто. Так, мы заказали чурос. Так вот так вот делают. Смотрите, из теста выдавливают. И жарят там маку. А-а. Это как кончики, наверное, что-то такое. Да, и потом будем макать шоколад. Смотрите, вот так выглядит эта красота. Шоколад наливают. Корица, сахар еще обваливают эти палки. Макаешь шоколад и кушаешь. Вот, Настенка продемонстрирует. Только на себя не капни. Вот, пойдем за стол. Сядем кушать. Также можно пройти вот под навес. И погулять здесь под навесом. Но просто походить по магазинам. Возможно, здесь что-то еще есть такое интересное. Но пока только магазины. А дальше попадаем в такой вот фудкор. Есть всякое йогурты, мороженое, столики. Ну, конечно, кое-что закрыто. Здесь есть суши всякие разные. Короче, тут кухни какие-то. Не такие, как везде. Вот, можно что-нибудь купить, посидеть. Все это дело вот с таким шикарнейшим видом. Да, очень крутое место. Ну, ценники... А что такое компир? Это картошка. А, вот, смотрите. Крошка-картошка. Мистер Кумпир называется. Вот, это, собственно, наша крошка-картошка. 90 лир, 96, 80, 75. 95, это вот, собственно, варианты по картошке. Тосты по 30. Хот-доги по 40 лир. Есть кафе Педемания. Вот такие здесь Санта-Клаусы. Красивые. Привет, Санта-Клаус! Он не живой. И еще один. Здесь началось представление. Смотрите, первые вышли на сцену. Прикольные. Мы пошли в другой конец. А здесь... О, да, Мирож. О, да! О, видишь? Я же тебе говорил. Вот. Упал. Упал. О, ой. Усакой. Ой-ой-ой-ой, да. Ой-ой-ой-ой, да. Кто тут, видите, вон? Дед Мороз на тросу ходит туда-сюда. Это такое представление. Вот, здесь, кстати, вот видите? Вот она лодочка. Можно на лодочке покататься. По каналу повозят. Он на страховке. Пойдемте туда встанем. Папа, это страшно так делать? Конечно. Ну, он же подготовленный, Артем. Артем, он даже настоянся там по Клаусу. Это же Дедушка Мороз. О, смотрите. Туда-сюда переходит по канату. Типа падает. Смотри, Мироша. Кто там? Че ты? Пошел, пошел. Мирошка испугался его, короче. Вышел с Настенькой. А, поцель, мальчишки наблюдают. Прикольно там? Малича будет падать. Не знаю, как скоротить время до этого представления. Уже прохладно. И, в общем, Мирошка напугался от Мороза. И мы решили успокоить. Купили ему тачку. В смысле, как купили? Взяли на прокат, но он еще не знает. В общем, от одной истерики к другой. Когда будем отдавать, будет вторая истерика. Стоит истерика 180 лир. Нет. Отсрочка истерики стоит 180 лир на час. Вот так вот. Ну, все зажигается. Смотрите, все подсветочки уже видны. Зажгли оленей. Фонарики вдоль улочки. Все, сейчас, наверное, минут 30. Здесь будет такая красотища. Смотрите, как красиво здесь становится, да? Да, днем одна атмосфера. Ночью другая. Как, в принципе, всегда я и говорю. Смотрите, здесь актеры пошли. Видимо, на представление. Смотрите, какие красавцы. Видите, какая красота. Даже фасады здания тоже украшены. Ну и вот, эта подсветка, которую включили. Вот посмотрите, да, как было днем и как сейчас. Непонятно, наверное, да, пока? Сейчас мы туда зайдем. И тогда будет точное понимание, как будет красиво. Смотрите. Смотрите, смотрите, мы заходим, углубляемся. Все мосты, все подсвечены. Еще такие идут от этого света переливы на воде. Ой-ой-ой. Ну, очень красиво. Ой. Слушайте, здорово. Мне это напоминает в Москве Арбат. Вот так вот сюда украшен. Наверное, не знаю, камера передаст, не передаст эту красоту. Здесь, короче, очень красиво. Здесь продолжение. Если вот так вот повернуться, посмотрите, как там красиво здание это смотрится. Ау, невероятно. О, магазин купальных штанов, точнее шорфов. Новогодние вкладыши. Очень атмосферно. Если вы находитесь в Турции, обязательно сгоняйте в это место, поднимите себе новогоднее настроение. Единственное, единственное, что возьмите с собой что-нибудь, куртку потеплее, потому что вечером прохладно. И вот даже в кофте прям, я не знаю, нам еще полтора часа до представления гулять, потом еще часа полтора представления. Не знаю, выдержим ли мы, но хочется делать вот так. Мы дошли до другого конца, а здесь, посмотрите, какая красота. Здесь стоят различные лодки, и они какие красивые, вы только гляньте на них. Всякие разные, какие они, как с картинки, какие из мультяшки. Видимо, их можно взять в прокат, чтобы вас покатали по этим каналам. Ну, очень круто. И вот как украшено вот это здание, кафешечка, дай. Какие подарочки стоят, смотрите. Какая красота. Вай, 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 вай. Ну вот, когда сильнело, другой разговор. Смотрите, как круто. Вау, да. Темнота, это вау. Так, вроде вышел, но хочет теперь в другую. Пошли, Мироша, все. Нет, все, пошли. Вот, вот в этой теперь. Супчик, пойдем. Пойдем, Мироша. Мироша, пошли. Сейчас он тут весь автопарк перетрогает, наверное. Пойдем, Мироша, кушать. Пошли, Мироша. Смотрите, как в полной темноте подсвечивается этот замок. Вкруг вам покажу эту красоту. Здесь еще прожектор бьет. Магазинчики. И здесь вот эти вот олени, которые включили. А, как вам? Красота, не правда ли? Лошади. Вот эти вот, смотрите. На воде, которые стоят, тоже их немножко подсветили. Всеми огнями. Вон там аллея уходит с пальмами вместе. Посмотрите, как здорово смотрится. Так, двигаемся дальше. Сейчас идем горяченького супочка навернуть. Потому что у нас что-то прям прохладенькое. На сцене уже какое-то представление. Они запустили что-то такое. Типа как будто бы снег. Это типа пена что ли какая-то? Сейчас посмотрим. О, там вон дети уже все тусуются. Смотрите, как здесь здорово. Вот так вот мы приземлились. Четыре горяченьких супчика. Это прям важно. Опа. И еще немножко мяса с рисом. Все, нам приятного аппетита. И потом идем смотреть представление. Нам приехали ребята. Наташа с Владами. Как вы думаете, что? Правильно. Они нам оставили ребенка и ушли. Так все делают. Так делают абсолютно все. Поели, попили. Идем смотреть представление. Правда, его нужно снова подождать. На самом деле рекомендую приезжать прям вот к самому представлению. Вот к этому вот шоу, которое сейчас будет. Либо по магазинам, шопинг себе устроить. Типа такого. Но вот как мы ждем, это конечно трындеется. Но нам ехать далеко. Туда-сюда кататься неохота. Решили прогуляться, пока ждем представление. Уже все дружненько, все вместе. Пойдем с замечательным красотом. Блин, ну вы вообще очень крутые. Вот сюда нужно обязательно приехать, кто живет здесь. Потому что, мне кажется, именно здесь есть новогодняя атмосфера. Теплая и без снега. Смотрите, в какой красоте можно покататься на кораблике. Вот особенно, когда все подсвечивается. А для того, чтобы покататься на такой лодке, нужно потратить всего лишь тысячу лир в этих бахатинах в день покупок, представляете? Вот он, вот. Включили поющий фонтан. Смотрите, как смотрится. Да, днем это было просто. А сейчас это красиво. Максимально красиво. Слушайте, это вот прям порция новогоднего настроения. Именно здесь. И все люди стягиваются на фонтан. Сейчас, видимо, уже начнется представление, потому что, смотрите, все это приглушили. Гирлянды все выключили. Дети убежали. Мы чуть не успеваем. Там началась уже красота. Поющий фонтан. Бежит, бежит. Вот. Смотрите, какая красотища. Слышишь? 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!